Девушки отдыхают Что важно в окружающем нас мире происходит, о чем у нас, к сожалению, иногда забывают. Итак, начну все-таки с войны, поскольку, на мой взгляд, Владимир Путин сейчас поставил себе главную задачу дотянуть с этой войной до января 2025 года, когда в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США. И Владимир Путин, на мой взгляд, не без оснований думает, что этим новым президентом Соединенных Штатов может стать Дональд Трамп. Дональд Трамп, человек достаточно необычный, я бы сказал, яркий. И, к сожалению, вероятность его избрания на пост главы государства в США достаточно велика. Почему? К сожалению. Потому что совсем недавно он объявил то, что мог бы договориться с тем о том, чтобы Россия захватила несколько частей Украины. И в своем интервью он сказал на телеканале Fox News, ну, типа, вы же знаете, что в Украине есть определенные районы, которые являются русскоязычными. И, откровенно говоря, договориться можно было бы. А потом из интервью его эту фразу вырезали. Но Трамп сказал то, что сказал. То есть он собирается, он много раз говорил о том, что он собирается закончить войну за один день. Это прямая цитата. Он говорил, что знает, как надо разговаривать с Владимиром Путиным, а Джозефа Байдена не знает. Но вот теперь мы знаем, что, собственно, планирует сделать Трамп. Как он планирует договориться насчет завершения войны. Он просто собирается сдать куски территории Украины Путину и таким образом завершить войну. Он, по крайней мере, он так думает. Это уже официальная его позиция. Она была заявлена. Все ее слышали, видели и так далее. Поэтому в случае прихода Дональда Трампа к власти, я боюсь, вся американская помощь Украине прекратится. Европейская помощь, она, конечно, большая, хорошая, но с американской по объемам, качеству не сравнится. Поэтому Украине будет в миллион раз сложнее отбиваться в этой войне от российской агрессии, если президентом США станет Дональд Трамп. Более того, Трамп начнет наверняка санкции снимать с россиян и так далее. Почему про санкции я говорю? Потому что он в свое время категорически отказался наложить даже санкции. В 19-м году, в декабре 19-го года. Я очень хорошо запомнил этот эпизод. Обычно о нем забывают, но Трамп тогда отказался вводить против Российской Федерации так называемые санкции из ада, мотивируя это ничем. Просто отказался и все. Уже в Сенате лежал законопроект, уже готовы были голосовать за него сенаторы. Трамп связался с Сенатом, своими сторонниками в Сенате, республиканцами, у которых тогда было большинство, и сказал, что ни в коем случае не принимайте этот законопроект. Таким образом, он спас Владимира Путина от санкций еще в 2019-м году и дал Владимиру Путину, собственно, возможность нормально подготовиться к войне, которую он, точнее, уже даже не войне, а полномасштабному вторжению, которое он начал уже в 2022-м году. Почему велика вероятность прихода Трампа к власти? У нас тоже об этом нечасто говорят, но надо сказать. Там, вообще-то, началась уже предвыборная кампания. Выборы, как вы знаете, состоятся в ноябре 2024-го года, а инаугурация в январе 2025-го. Так вот, несмотря на то, что до выборов осталось еще аж полтора года, все равно уже предвыборная кампания идет полным ходом, и есть уже даже несколько претендентов на пост президента. Но демократов не берем, там, скорее всего, будет Джо Байден. Но если не Джо Байден, то, честно сказать, даже и не знаю, кто там может пойти, потому что лишь бы только не Камала Хэррис, потому что у нее ни малейшего шанса. Ее все ненавидят, нынешняя вец-президентша США. Так вот, если... Давайте за республиканцами займемся. На самом деле были очень неплохие шансы потеснить Трампа у Рона Десантиса, губернатора штата Флориды. Он завоевал себе большую популярность во время эпидемии ковида-19, когда отказался вводить жесткие, прям-таки драконовские ограничения, там, по маскам, по вместе не собираться, по на улицу не выходить и так далее. И, как выяснилось, его отказ вводить все эти ограничения, он был разумным и достаточным. Во Флориде не было никаких адских вспышек. Более того, он, наоборот, требовал, чтобы люди как можно больше выходили на улицы, чего в других местах как бы пытались избежать. Из-за того, что люди действительно тусили на свежем воздухе, они и заболевали реже. Ну, в общем, Десантис оказался достаточно популярным губернатором. Он на своих выборах губернатора победил с отрывом в 20%, что для США вообще огромный отрыв. Он республиканец. И вот многие считали, что Десантис может отобрать пальму первенства, пальму популярности у Дональда Трампа в республиканской партии, но этого не случилось. Почему? Потому что по двум причинам. Во-первых, против Трампа сейчас собираются выступы. Трамп уже объявил, что идет на выборы в 2024 году. Против него собирается выступить целая когорта республиканцев. И у Десантиса были бы шансы против Трампа только в том случае, если бы он был один. Потому что американская и республиканская партия делятся на два таких лагеря. За Трампа и против Трампа. А вот те, которые против Трампа, они, к сожалению, делятся еще на много всяких других кандидатов. И вот этот Десантис, он бы смог победить, если бы он был один. Но из-за того, что там еще выдвинулась Никиха или бывшая губернатор штата Южная Горолина, собирается выдвинуться Джон Болтон, собирается выдвинуться целая куча, еще человек шесть идут в президенты. И из-за того, что вот эти антитрамповские голоса внутри республиканской партии будут так вот распорошены по множеству кандидатов, из-за этого, конечно, у Десантиса никаких шансов на победу нет. Уже сейчас у Трампа примерно 50% популярности внутри республиканской партии. У Десантиса около 20%, а то и 15%. Недавно прошел СИПЭК, так называемый Консервативный Political Action Committee к мире. Это типа что-то съезда сторонников республиканской партии. Это не сам съезд партии, это съезд сторонников консерваторов. И там Трамп, конечно, сиял как единственная звезда. Все остальные кандидаты никого не интересовали. Сейчас даже во Флориде, в штате Десантиса, популярность губернатора относительно популярности Трампа снижается. То есть Трамп сейчас становится единственным серьезным кандидатом. Это первая причина. То, что против него много людей выходит внутри республиканской партии, поэтому он, скорее всего, победит. Эти люди между собой не могут договориться в движении единого антитрамповского кандидата. А вторая причина в том, что те, кто идут против Трампа, они на самом деле боятся подвергать его какой-либо критике. Они все прекрасно знают, что за Трампа сейчас голосуют и вообще поддерживают около 50% республиканцев. Поэтому любой человек, кто начнет напрыгивать на Трампа, пытаться наезжать на него каким-то образом, он будет подвергнут моментальной аннигиляции, уничтожению со стороны Трампа. Да, этот человек может и получится у него откусить немножко популярности трамповской, но, скорее всего, он сам будет уничтожен в полном объеме. Это все знают, это все понимают, поэтому происходит абсолютно безумная ситуация. Соперники Трампа по республиканской партии боятся его критиковать во время праймерис. То есть Трамп их поливает говном и в хост и в гриву как угодно. Они боятся даже намекнуть на то, что им не нравится. Поэтому, конечно, вы не можете победить в политическом столкновении, соперничестве с политиком, которого вы боитесь даже критиковать. Это невозможно. Это из-за трусливости республиканцев остальных, это во-первых. А во-вторых, из-за того, что они между собой не могут договориться. Поэтому, скорее всего, Трамп станет кандидатом от республиканцев на выборах в 2024 году. Поэтому демократы, надо сказать, радуются этому обстоятельству. Они уверены, что Джозеф Байден, который пойдет на второй срок, он, может быть, и прииграл бы Десантису. Потому что Десантис молодой, ему еще нет 50 лет, он энергичный, он популярный. И, в общем, он не вызывает большой аллергии у демократов. А вот Трамп вызывает аллергии у демократов. Поэтому демократы многие, ну, я имею в виду демократический эстеблишмент, уверены, что Трамп это будет, ну, в общем, не так уж и плохо в качестве соперника. Они думают, что они смогут его победить. В этом их большая проблема. Мне кажется, они очень сильно заблуждаются. Потому что ровно то же самое они думали в 2016 году. Что пускай будет Трамп. Трамп такой весь в скандалах. Он какой-то неконвенциональный кандидат. Поэтому Хилари Клинтон, которую называли самым подготовленным кандидатом на пост президента США за всю историю, она с легкостью победит Дональда Трампа. И мы все знаем, где оказалась Хилари Клинтона. Она с треском проиграла выборы. Трамп триумфально победил в 2016 году. Я очень-очень переживаю, что в этот раз будет то же самое. Знаете, я был в 2019 году в штате Огайо в Америке. В штате Западная Вирджиния тоже был. Это такая глубинка американская. Я там разговаривал с людьми, которые, в общем, голосуют за Трампа. И они говорят, знаете, Трамп, мы видим, что он не самый прекрасный кандидат на свете. Что он не самый лучший, не самый хороший. Но он занимается нашими делами. Он не занимается делами оборванцев где-нибудь в Африке или в Восточной Европе. Да, мы им сочувствуем, нам их жалко. Какие-нибудь там геи в Индии. Понятное дело. У них, наверное, дела идут не очень хорошо. Но все-таки давайте-ка мы решим наши американские проблемы сначала. А потом вот этими делами тех чуваков, которые живут где-то за 3-9 земель в месте, которые мы не сможем даже на карте показать. То есть и Трамп реально занимался их какими-то делами. То есть при нем росла экономика, рос фондовый рынок и так далее. И он это может продать простому населению. Простому населению очень сложно объяснить, почему оно должно платить дополнительные налоги ради Украины. Для них, для простых американцев часто это бывает такая довольно сложная умственная операция. Не всякий ее потянет, скажем так. Особенно не всякий житель глубинки. И там простые люди, в принципе хорошие люди, не злодеи, не негодяи никакие. Они идут и голосуют за Трампа, потому что он говорит понятным им языком, оперирует понятными терминами, обещает понятные вещи, а не какие-то там отвлеченные абстрактные конструкции, которые часто дают в качестве обещания демократы. И из-за этого и вот Трамп сейчас вот собственно с такими обещаниями выходит к народу. Я боюсь, что из-за этого он вполне спокойно может и победит. Недавно произошла ситуация в том же штате Огайо, в городе Ист-Палестайн. Там перевернулась какая-то цистерна железнодорожная с химикатами, взорвалась, загорелась, и местная вода, воздух, земля, все было загрязнено этими самыми химикатами. Из-за того там люди начали болеть, чихать, кашлять, какие-то животные умерли и так далее. И знаете, в демократических СМИ стали говорить, а они сами виноваты, жители этого Ист-Палестайн. Это типа им чуть ли не наказание с небес за то, что они голосовали за Трампа. Ну конечно, после таких заявлений люди вообще возненавидят демократов. Демократы просто не врубаются, как общаться с простым народом. Они, к сожалению, общаются между собой очень хорошо и продуктивно. А вот с простыми людьми, работягами у них как-то не очень выходит. И из-за этого я боюсь, что на выборах 2024 года победит опять Дональд Трамп. Знаете, Байдена на самом деле еще есть такая проблема. Ну во-первых, он старый. Он реально старый. Ему за 80. Он как бы с трудом уже так держится. Не идеально разговаривает и так далее. То есть он был гораздо в лучшей форме. Если брать даже 5-10 лет назад, он гораздо, прям намного, в разы лучше выглядел. Это во-первых, старый. Во-вторых, он надоел. Просто вот хуже паренной репы. Многим надоел, даже демократам. И демократы всего лишь 30% хотят, чтобы Байден шел на выборы. Среди демократов, не среди всех американцев, среди его собственной партии всего лишь 30% хотят, чтобы он дальше шел. То есть нет никакого энтузиазма голосовать за Байдена, даже у его собственных однопартийцев. И несмотря на то, что, ну, вроде ситуация хорошая у Байдена в экономике, ну, не так все ужасно там и так далее, все равно за него просто не хотят голосовать. А Трамп, знаете, американцы хотят какую-то встряску, что-то новенькое хотят. Конечно, Трамп не очень новенький, он уже там всем глаза нам озолил, будь здоров. Но встряску он дать может. К тому же, относительно вменяемая внутриамериканская программа. Там он говорит, что расовые всякие вопросы, давайте-ка мы не будем их обострять сейчас. Давайте мы это все немножко в сторонку отодвинем. Не будем там давить на гендерные всякие дела. То есть не будем детей там менять им пол в 3, 5, 10 лет. Это типа слишком рано. И большинство американцев это поддерживает, такие идеи. Говорит, он, в отличие, кстати, от большинства республиканцев, говорит, давайте мы не будем отменять social security, то есть социальную защиту. Он говорит, давайте мы простым людям обеспечим нормальную социальную поддержку, социальную помощь и медицинское обеспечение. То есть он вот это все говорит, такие вещи, которые обычные республиканцы не говорят. А он это говорит, и он говорит вещи, которые людям нравится услышать. И из-за этого люди за него очень многие будут голосовать. В 16-м году я, кстати, в 15-м еще году и в 16-м тоже, я был одним из немногих людей, кто говорил, что Трамп, скорее всего, победит. Надо мной смеялись, потому что все тогда были уверены, что Хиллари Клинтон победит. В 20-м году я сказал, что Байден победит. Тогда надо мной тоже опять многие смеялись, говорили, что нет, победит Трамп. И вот сейчас, знаете, я почти уверен, что в 24-м году, если будет противостояние Байден-Трамп, то Трамп вернется в Белый дом. Ну, если, конечно, его не посадят, не убьют, или что-нибудь из этой серии, какого-нибудь форс-мажора не случится. Это означает, что надо трезво смотреть на вещи. Скорее всего, действительно, будет вот такая неприятная для Украины ситуация. Почему неприятная? Потому что Трамп, как я сказал, готов расплачиваться украинской независимостью, украинскими территориями за собственное политическое спокойствие. Поэтому у Украины сейчас достаточно мало времени на победу остается. То есть два года, по сути. Но тут какая штука. За эти два года, при этом много чего можно. Полтора года, хорошо, даже не два, полтора года. За эти полтора года можно много чего сделать. И, кстати, сотрудничество с демократами, с Джозефом Байденом сейчас может быть обоюдовыгодным. Почему? Потому что победа Украины, если украинская победа произойдет в течение года, например, достаточно быстрых, каких-то обозримых перспектив. Я имею в виду военная победа Украины поможет, очень поможет Джозефу Байдену переизбраться на второй срок. Он сможет выйти к своим избирателям и сказать, знаете, я не просто так вот это все в этом всем участвовал. Я замочил самого главного злодея, хуже, чем Саддам Хусейн, чем Муаммар Каддафи, чем Слободан Милошевич. Реально, Путин сейчас на уровне Гитлера. Вот человека уровня Гитлера по своему злодею, даже не потому, что по масштабу личности, я думаю, что как личность Гитлера, наверное, был покрупнее, чем Путин. А именно по масштабу возможного нанесенного ущерба, урона. Потому что у Путина есть ядерное оружие, которого не было у Гитлера. В этом смысле Путин даже опаснее Гитлера. Только Байден, если нейтрализует эту угрозу, то у него, конечно, будет что сказать своим избирателям. И я думаю, избиратели это оценят и помогут Байдену переизбраться на второй. Но если Байден не сумеет сделать так, чтобы Украина до выборов в США победила, то тогда у Трампа будет очень хорошая палка, чтобы тыкать ей у Байдена и говорить. Ну что ж, ты влез в это дело, а ничего сделать не смог. Ты лох, ты жалкое ничтожество. А вот я бы смог, я молодец, я крутой и так далее. Поэтому Байдену, конечно, нужно сделать все возможное, чтобы Украина победила. И Байдену, с моей точки зрения, об этом надо как можно чаще напоминать. Потому что, понимаете, Байдену нужна победа Украины, а Украине потом нужна будет победа Байдена. Проще говоря, каждый танк, сейчас направленный в Украину Байдена, будет повышать шансы самого Байдена на победу в президентских выборах в 2024 году. И Байден об этом должен помнить, надо ему об этом напоминать. Ты отправляешь танки не просто в помощи украинцев, ты по себе помогаешь, в первую очередь, своей партии. И поэтому, если будешь помогать ей дальше, то все у тебя будет хорошо. А если помогать будешь плохо и мало, и неактивно, то все у тебя будет плохо. В общем, вот такая ситуация в Америке складывается. Я, знаете, смотрю на нее со все нарастающим таким, даже не ужасом, но ужас неправильное слово, тревожностью. Вот тревожность, наверное, правильная. Почему? Потому что если побеждает Трамп, конечно, Украине будет очень нехорошо. Ну, я так понимаю, что Байден уже плюс-минус понимает ситуацию и начинает оказывать помощь Украине всеми возможными, иногда даже не очень возможными средствами. Как сообщает журнал «Экономист», недавно тут написал, за последние пару месяцев в Украину приехало примерно 40% всей помощи, оказанной Америкой за все время с 24 февраля прошлого года. То есть объемы, если говорить простым языком, объемы военной помощи, поставляемой Американцами в Украину, резко возросли. Они просто увеличивались, как снежный ком, растут и растут. Почему это происходит? Я так думаю, что американцы действительно понимают, что Украина готовит некое контрнаступление на ближайшие месяцы. Подробности, куда это наступление будет направлено, я, конечно, не знаю. Хотя, если вот кому интересно мои соображения на этот счет, можете на моем личном YouTube-канале посмотреть. Я вчера давал оценку прошедшей зимней кампании и говорил о том, чего ждать в ближайшее время. Ну, в общем, одно очевидное, что, скорее всего, да, Украина готовит какое-то контрнаступление, и американцы собираются этому контрнаступлению помочь всеми силами. Передаются уже и танки, передаются уже... Каждую неделю проходит сообщение о том, что новые танки уже заезжают в Украину. Сейчас вот мы знаем, что Польша и Словакия вроде бы передают истребителям МиГ-29. Все эти истребители переделаны под то, чтобы таскать на себе натовские ракеты, натовские вооружения. Это очень хорошо. Почему? Потому что с них можно будет запускать вот эти бомбы, планирующие J-DAM, которые летят на 70-80 километров и уничтожают огромные цели. Почему? Потому что вот Хаймерсы тоже, кто-то скажет, на 70 километров летят. Да, но у Хаймерса взрывчатки 90 килограмм в его боевой части. А тут эти J-DAM, то есть это оборудование для того, чтобы делать бомбы планирующим, оно может делать планирующими бомбы по тысячу килограммов, то есть тонны бомб. И представляете себе, тонны взрывчатки, чем как взрыв тонны взрывчатки отличается от взрыва 90 килограмм. Ну, как бы это очень большая разница и очень серьезный ущерб может быть нанесен даже каким-то таким большим объектом типа аэродрома. Представляете себе, тонны взрывчатки взрываются на аэродроме, ну, практически все самолеты там будут уничтожены на этом аэродроме. То есть вот это оружие. То есть таким образом обеспечивается Украине, ну, если не превосходство в воздухе, то большой плюс усилиям Украины в воздухе. Дальше танки, дальше огромное количество БМП, БТРов, и вот эта вся история, я так понимаю, будет использована. А, ну, недавно совсем в Швеции было очень важное заседание министров обороны стран-доноров Украины, и на этом заседании было принято решение о передаче Украине гораздо большего количества боеприпасов, артиллерийских боеприпасов, то есть снарядов для пушек, для гаубиц, а также о усилении, увеличении объемов производства этих самых снарядов в Европе и Северной Америке. То есть в ближайшее время украинская артиллерия, насколько я понимаю, ну, я думаю, через месяц, может быть, через полтора месяца получит гигантское количество снарядов. Это очень-очень важно как для наступления, так и для обороны, но для наступления особенно важно. Таким образом, сейчас мы видим ситуацию, что в Бахмуте идет перемалывание самых боеспособных частей российской армии с украинской стороны. Почему украинская сторона сейчас за одного своего убитого убивает пятерых, а то и семерых российских солдат, то есть идет очень выгодный в этом смысле размен, если тут в таких общих ситуациях можно говорить о какой-то выгоде. Пригожин, кстати, на этом фоне говорит о возможном окружении Вагнера, что Вагнер в районе Бахмута может быть окружен. Ну, не знаю, насколько это реально, но в любом случае мы видим ситуацию, что Байден, по-моему, начал понимать, что, слушайте, нужно больше-больше-больше давать оружие Украине, и что только это быстрая, причем не просто победа, а быстрая победа позволит самому Байдену переизбраться на второй срок и не пустить Дональда Трампа к руководству Соединенными Штатами Америки. Что, с моей точки зрения, очень-очень вероятно, если не будет такой победы. Ну, и еще одна важная история, где американцы сейчас становятся активнее, к счастью, наконец-то, это пресечение контрабанды и экспорта всяких предметов двойного назначения из самых разных стран в Российскую Федерацию. Вот буквально вчера пришла новость о том, что Турция объявила, ну, по сути дела, запретила реэкспорт товаров двойного назначения в Российскую Федерацию. То есть раньше Турция была таким очень важным хабом для отправки в Россию запрещенных товаров. Ну, всякой электроники, микрочипов, узлов и оборудования для военных каких-то штук, для ракет, для танков и так далее, там, не знаю, оптических прицелов и подобного рода вещей, которые Россия сама не производит. И вот сейчас объявили, что турецкая таможня полностью поставила запрет на паровоз всего этого добра в Российскую Федерацию. Это очень хорошо, потому что Турция была, в общем, одним из трех таких важных направлений поставок контрабанды в Россию. Вторые, еще два направления, это Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Так вот, что касается Турции, Турция объявила о приостановке вот этого экспорта в Россию серых товаров. После визита туда Энтони Блинкина, госсекретаря США, который, в общем, я так понял, надавил на турок и сказал, что если вы будете все это дело продолжать, то даже не надейтесь на то, что вам кто-то будет помогать с преодолением последствий землетрясения недавно случившегося в Турции. Плюс, я так понимаю, что Блинкин дает понять, что Турция уже очень здорово рискует своей экономической экономикой, просто экономикой, потому что, знаете, сейчас у Эрдогана скоро будут перевыборы, и Эрдогану нужны большие, много денег, ему кредиты нужны для того, чтобы, во-первых, бороться с последствиями недавнего землетрясения, а во-вторых, ну хоть как-то держать на плаву турецкую экономику. Без американцев, я боюсь, это невозможно. И, в общем, американцы поставили, насколько я понимаю, таким условием, что мы вам поможем, дорогие турки, но если вы прекратите вот эти шалости свои с Российской Федерацией. Турки, видимо, согласились на подобную постановку вопроса, после чего, собственно, и прервался вот этот экспорт всякой всячины через Турцию в Российскую Федерацию. Это, конечно, очень сильно ударило по возможностям российского оборонно-промышленного экспорта, в первую очередь. Остаются Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Блинкин, насколько я понимаю, собирается и в Эмираты в ближайшее время, по крайней мере, ряд представителей госдепартамента уже побывали в Эмиратах, и они заявили, что, в общем, переговоры с Эмиратами идут хорошо. То есть эмиратцы понимают, в чем проблема, в чем озабоченность США. И, в общем, я так понимаю, что очень скоро прекратится экспорт всякой серой продукции и через Объединенные Арабские Эмираты. Точнее, серый экспорт или, как в России это называют, параллельный импорт. Ну и остается Китай. С Китаем, естественно, будет больше всего сложностей, но и тут у американцев есть очень хорошие рычаги давления, какие именно. Вообще побольше, много поговорим о китайской экономике уже в следующей части. Сейчас у нас будет короткий перерыв на новости и рекламу. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.